МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Лилия Анн. Эфир 41-го телеканала продолжит информационная программа «Воронеж. События. Факты». Смотрите сегодня в выпуске. Ко дню памяти и скорби в Воронеже в парке патриотов открылась часовня, посвященная защитникам Отечества. В Воронежской области установлен третий класс пожарной опасности. В Воронеже состоялось перезахоронение останков воинов Красной армии. К новостям региона мы вернемся после обзора событий в стране и мире. США. Премьер-министр Индии на рендерам моде прибыл в Вашингтон. В среду в преддверии двусторонней встречи с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что в ходе своего визита Моди выступит на совместной сессии Конгресса США и пообщается с несколькими руководителями компании, членами индийской диаспоры. Ранее индийский премьер-министр посетил Нью-Йорк и почтил память бюста Махатмы Ганди. Моди также принял участие в праздновании Международного дня йоги. Представитель Госдепартамента Ведан Паттель выразил глубокую озабоченность в связи с недавней вспышкой насилия на оккупированном Западном берегу в ходе пресс-конференции в Вашингтоне в среду. «Мы глубоко обеспокоены ростом насилия на Западном берегу», В последние месяцы, сказал Паттель журналистам, осудив совершенное днем ранее нападение, в результате которого погибли 4 израильтянина вблизи еврейского поселения Эли. Паттель также осудил нападение группы израильтян на палестинскую деревню. Поступают тревожные сообщения о насилии экстремистских поселенцев в отношении палестинских гражданских лиц, включая смерть палестинского ребенка и другие ранения. «Мы осуждаем эти насильственные действия и выражаем соболезнования семьям пострадавших», добавил он. Около 200 израильтян вошли в город Тур-Мус-Сая в северной части оккупированного Западного берега, причинив ущерб в результате поджога сельскохозяйственных угодий и многочисленных автомобилей. По данным палестинского министерства здравоохранения, один человек погиб от огнестрельного ранения в грудь. Представитель Госдепартамента вновь призвал к деэскалации и подтвердил, что Вашингтон выступает против любых односторонних мер, расширяющих израильские поселения на палестинских территориях. Правительство США призвало Израиль привлечь к ответственности виновных в нападении. Паттель добавил, что помощник секретаря Барбара Лив, высокопоставленный сотрудник Госдепартамента, находится в регионе и активно взаимодействует с израильскими и палестинскими властями для восстановления спокойствия. Индия. Тысячи индусов собрались в Пурино. Фестиваль колесниц Радха Ятра – старейший и крупнейший в своем роде во всем мире. На кадрах видно, как три огромные деревянные колесницы несут изображения божеств. Их везут в храм Бундича, а на следующей неделе вернут в храм Джаганадха. Местные жители также толпятся вокруг колесниц, танцуют и играют на инструментах. Огромные деревянные сооружения строятся каждый год и украшаются местными художниками. Китай. В результате мощного взрыва газа в ресторане в городе Инчуане на северо-западе страны в среду погиб 31 человек. Еще семеро получили ранения. Пожарные спасатели были задействованы после того, как в ресторане прогремел взрыв. Среди жертв, по сообщениям, были пожилые люди и учащиеся средней школы. Местные источники утверждают, что в результате взрыва многие люди потеряли сознание и их пришлось выносить из ресторана. По сообщениям, взрыв произошел, когда работник заменял сломанный клапан газового баллона. По данным местных властей, инцидент произошел накануне длинных праздничных выходных во время фестиваля драконьих лодок. Официальный представитель МИД КНР Мауни насудила высказывание президента США Джо Байдена назвавшего китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Соответствующие высказывания американской страны крайне нелепы и безответственны. Они серьезно нарушают основные факты, дипломатические протоколы, политическое достоинство Китая, что является открытой политической провокацией. Китайская сторона категорически недовольна этим и решительно выступает против этого, сказала Маунин. Во вторник Байден заявил, что Си смущен недавней напряженностью вокруг сбитого Вашингтоном предполагаемого китайского шпионского аэростата, утверждая, что лидер не знал о его существовании. Это большой позор для диктаторов, когда они не знали, что произошло, сказал Байден. Маунин также прокомментировал инцидент с самим воздушным шаром, который, по утверждению Пекина, был гражданским дирижаблем. Американская сторона должна была разобраться с ним спокойно, рационально и профессионально, но американская сторона исказила факты и нагнетала шумиху, злоупотребляя силой, что полностью обнажило природу гегемонии США. Пресс-секретарь также отреагировала на новость о том, что американский суд вынес приговор бывшему офицеру полиции Нью-Йорка и двум гражданам Китая в рамках расследования предполагаемой схемы, связанной с принудительной репатриацией в Китай. «Мы призываем американскую сторону немедленно исправить свои ошибки и добросовестно выполнять свои обязательства по международным договорам, таким как Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенция ООН против коррупции», сказала Мао Нин. Посольство Китая в США заявило, что обвиняемые по делу не являются сотрудниками правоохранительных органов Китая и утверждает, что обвинения являются клеветой и основаны на слухах. Тунис. Кадры, снятые в среду в провинции Сус, показывают последствия схода поезда с рельсов, в результате которого, по сообщениям, погибли по меньшей мере двое и 34 человека получили ранения. Национальная компания тунисских железных дорог сообщила, что в результате аварии погибли машинисты-пассажир. По сообщениям, катастрофа произошла примерно в 23.00 по Гринвичу, когда поезд, двигавшийся из Туниса в южный город Габис, сошел с рельсов недалеко от Мсакена, города, расположенного примерно в 150 километрах от столицы. Пассажиры были доставлены в пункты назначения на автобусах. В настоящее время ведется расследование причин аварии. Ливан. Десятки людей собрались в среду в сквере в Бейруте, чтобы отдать дань памяти советским солдатам, погибшим во время Второй мировой войны. На кадрах видно, как участники мероприятия зажигают свечи, а также распевают песни во время церемонии. Мы вспоминаем этот день каждый год, чтобы эти дни не возвращались, а наши дети помнили. И мы участвуем в этом месяце, чтобы новое поколение помнило, что фашисты не вернутся на нашу землю, объяснила Светлана Сафа, одна из участниц мероприятия. Хусейн Хамунт, местный житель, заявил, что церемония имеет особое значение, поскольку он видит, что в разных странах Европы предпринимаются попытки воспроизвести нацизм и повлиять на экономическую и политическую системы мира. Сегодня мы вспоминаем мучеников, мы вспоминаем войну, и мы надеемся, что она не вернется. Но я также надеюсь, что в мире не будет одного полюса, который контролирует жизнь всего народа, сказал он. Как сообщается, мероприятие было организовано в сотрудничестве между посольством Российской Федерации в Ливане, ливанской группой «Волонтеры Победы», ассоциацией русскоязычных женщин в Сидоне, а также русским домом в Бейруте. Сирия. Несмотря на трудности, вызванные недавним землетрясением, в среду в Латакии на территории спортивного города прошел фестиваль йоги, приуроченный к Международному дню йоги. Цель фестиваля – объединить любителей йоги в праздновании здоровья, мира и спокойствия, и в этом году предложить передышку от трудностей, связанных с землетрясением, которое произошло в стране в феврале этого года. Фестиваль, в котором принимает участие около 400 человек, демонстрирующих свои техники йоги, предлагает уникальный и объединяющий опыт для всех посетителей. Йога действительно важна для всех, потому что йога – это не просто физические упражнения, это физические и умственные упражнения. Сирия очень нуждается в этом. В этот день, когда люди переживают тяжелые времена, йога поможет каждому преодолеть трудности и проблемы, сказал Виджай Пандей, менеджер по координации посольства Индии в Дамаске. В 2015 году премьер-министр Индии Нарин Драмоди обратился с просьбой о первом праздновании Международного дня йоги. В этом году он отмечался в девятый раз. Италия. Премьер-министр Италии Джорджия Мелани приняла президента Бразилии Луиса Инасио Лулу да Силво в палаццо Чиги в Риме в среду. На кадрах видно, как Мелани принимает Лулу во дворе штаб-квартиры правительства во время военной церемонии. Встреча двух лидеров, как сообщается, длилась чуть более часа. Двусторонние переговоры были посвящены ключевым вопросам политики Бразилия и Рима с особым акцентом на продолжающийся конфликт в Украине. На четверг запланирована поездка президента Бразилии в Париж, где он встретится с французским коллегой Эммануэлем Макроном для обсуждения потенциальной торговой сделки между латиноамериканской страной и Европейским Союзом. Франция. По меньшей мере, 29 человек получили ранения. Четверо находятся в тяжелом состоянии после взрыва в здании в Париже в среду. На кадрах видно, как пожарные и полицейские работают на месте происшествия после взрыва, а журналисты и зрители собрались на улице. В здании располагалась школа дизайна и штаб-квартира «Католическая система образования» в пятом округе французской столицы. Спасатели все еще ищут выживших среди обломков. По меньшей мере, два человека числятся пропавшими без вести. По данным полиции, после взрыва начался пожар, но пожарные его уже потушили. Наиболее вероятной причиной взрыва называют утечку газа, но власти говорят, что точная причина еще не установлена. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Французское правительство решило закрыть акцию восстания земли после ожесточенных столкновений с полицией на недавних демонстрациях ссылаясь на опасения за общественную безопасность. Около пяти тысяч протестующих, связанных с активистской группой, как сообщается, вступили в столкновение с более чем тремя тысячами полицейских из-за вызывающего разногласия проекта орошения в Сен-Салине в марте. По данным местных СМИ, в ходе столкновений пострадали до 30 полицейских, а двое демонстрантов впали в кому. Министр внутренних дел Франции подтвердил распуск в среду, что вызвало возмущение со стороны различных экологических и политических организаций, которые восприняли это как нападение на климатических активистов и альтернативную модель общества. Германия. Александр Граф Ламберсдорф. Опытный дипломат и заместитель председателя парламентской фракции СВДП в среду был выбран новым послом Германии в России. На кадрах, снятых в прошлую пятницу, 16 июня, видно, как Ламберсдорф выступает в Бундестаге во время пленарного заседания по стратегии национальной безопасности. По сообщениям Министерства иностранных дел Германии, подтвердило, что Российская Федерация дала согласие на назначение Ламберсдорфа послом. Ожидается, что он приступит к своим обязанностям этим летом. Официальный представитель федерального правительства Штефан Хебестрайт заявил, что соглашение между правительством Германии и компанией Intel является одной из крупнейших прямых иностранных инвестиций, которые когда-либо существовали в истории страны в ходе еженедельной пресс-конференции в Берлине в среду. Это также важная инвестиция в будущее, которая не только размещает рабочие места для Intel в Магдебурге, но и надеется на появление целой экосистемы компаний-поставщиков, добавил он. Роберт Саверин, пресс-секретарь по вопросам внешнеторговой политики и экономической политики, сказал, что сейчас основное внимание уделяется точной координации инвестиционного решения Intel и соответствующего финансирования. Правительство вместе с федеральным министром экономики намерено создать в указанном месте передовой высокотехнологичный центр. Это означает, что качество этого места также является частью обсуждения на предстоящих переговорах. То, что здесь действительно будет создано место, которое будет иметь решающее значение для немецкого производства полупроводников, повышает потенциал этой страны и прилегающих территорий, сказал он. Ранее в понедельник правительство Германии и компании Intel заключили соглашение, предусматривающее инвестиции в размере более 30 миллиардов евро на создание заводов по производству чипов в Саксонии Анхальд. В обмен на эти инвестиции правительство предоставит субсидии в размере 10 миллиардов евро. Хотя первоначально проект был предложен в 2021 году, его жизнеспособность была поставлена под сомнение из-за опасений относительно финансовой помощи, которую может предоставить правительство Германии, особенно учитывая финансовые показатели Intel за последний квартал. Германия ранее предлагала субсидии на общую сумму около 6,6 миллиардов евро для поддержки проекта. Объявление, сделанное в понедельник, стало результатом нескольких месяцев длительных закулисных переговоров. Новости ближнего зарубежья. Киргизия. Пожар на нефтебазе в городе Шопака в Чуйской области Киргизии полностью ликвидирован, заявили в пресс-службе МЧС Республики во вторник. По информации ведомства, к тушению огня были привлечены 8 пожарных расчетов МЧС, из них 3 пожарных расчета Управления МЧС Республики по Чуйской области и 5 пожарных расчетов Управления МЧС по Бишкеку, а также 3 бригады скорой помощи и 1 пожарный поезд. В результате инцидента пострадали 4 человека, все они доставлены в городскую больницу Бишкека, добавили в пресс-службе МЧС. Возгорание на нефтебазе в Шопакове началось во вторник. По информации местных СМИ, во время пожара были слышны два сильных взрыва. Новости России. Каминиман Кола Сэмюэль из Камеруна решил заключить контракт на прохождение службы в российской армии. На кадрах молодой человек обсуждает с военным комиссаром городского округа Махачкалы Геннадием Курбановым процедуру подписания документов. Удивление это не вызывает. Почему? Потому что в основном к нам приходят те иностранцы, которые приняли российское гражданство. То есть они в дальнейшем решили находиться на территории Российской Федерации, как говорится. Естественно, их касаются те же законы, которые действуют на территории, как и всех остальных. Сэмюэль родился в городе Кейкем. После окончания школы поступил в Государственный университет Камеруна в городе Дуали и два года изучал компьютерные науки. Затем в Национальной школе почты и телекоммуникации Камени два года проработал техническим специалистом по телекоммуникации. Как рассказал Сэмюэль, после получения диплома он поехал в Россию для продолжения учебы в сфере информационной безопасности. «Я живу в России уже шесть месяцев, я выучил русский язык и очень хочу пойти в армию, чтобы там обеспечивать информационную безопасность. Не для того, чтобы воевать, но за тем, чтобы быть полезным армией в сфере информационной безопасности», отметил молодой человек. Камени назвал Россию во многих отношениях великой страной и добавил, что хотя родные не обрадовались принятому решению, он очень этого хотел и с оптимизмом смотрит в будущее. «Поскольку это страна, которую я люблю, я думаю, навыки, которые я приобрел в университете, могли бы быть полезны российской армии», подчеркнул Камени. Сэмюэль добавил, что по истечении контракта намерен продолжить учебу в сфере информационной безопасности. «Спасено более двух тысяч человек, в том числе 209 детей из подтопленных районов Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС», заявил министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидацией последствий стихийных бедствий Александр Куренков на совещании президента Владимира Путина с членами правительства в среду в Москве. «С совместными действиями всех сил спасено более двух тысяч человек, в том числе 209 детей, обнаружены тела 41 погибшего, госпитализирован 121 человек. Из подтопленных населенных пунктов оперативно эвакуировано более 8 тысяч человек, в том числе 583 ребенка и 291 маломобильных гражданин. В настоящее время в 21 пункте временного размещения находится 1935 человек». Глава МЧС добавил, что региональные власти передали более 240 тонн продовольствия и имущества ПВР, а также совместными силами МЧС, субъектов Российской Федерации и общественных организаций, пострадавшие районы, было доставлено 400 тонн бутилированной воды. Кроме того, заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснулин заявил о передаче 20% из запланированной суммы на финансирование новых регионов. «На сегодняшний день средства передали 73% от запланированной суммы, 27% находятся в процессе реализации. Из тех денег, которые на сегодняшний день переданы, только порядка 20% дошли до регионов. Из тех, кто 100% у нас передал средства, это Минстрой, Минспорт, Минтранс, Минкульт, Минпромторг, Росреестр, Минфин. Остальные министерства находятся на разном этапе передачи. У кого-то немножко осталось средств недоведенных, у кого-то еще много что нужно делать, потому что это все увязано с госпрограммами. Мы в постоянном режиме на штабе этот вопрос рассматриваем. На этой неделе рассматривать сегодня буквально утром еще раз с Минфином работаем, мы постараемся в ближайшее время средства довезти, регионы их очень ждут. 6 июня глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев заявил, что ночные удары разрушили верхние сооружения Каховской ГЭС, вода стала неконтролируемо сбрасываться ниже по течению и затапливать прилегающие территории населенной пункты Херсонской области. Каховская гидроэлектростанция является шестым нижним и последним звеном каскада Днепровских ГЭС и находится в пяти километрах от Новой Каховки в Херсонской области. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетили Шибекино и пообщались с жителями города. Политиков сопровождали глава Шибекинского округа Владимир Жданов и начальник главного управления МЧС России по региону Сергей Потапов. На кадрах гости идут по улицам населенного пункта, разговаривают с местными, осматривают последствия обстрелов, сожженные автомобили, поврежденные и частично сгоревшие здания. Москалькова и Гладков также посетили местный центр семейной медицины, где сейчас проводятся восстановительные работы. Комментируя визиту полномоченного по правам человека в Российской Федерации в телеграм-канале, губернатор Гладков отметил, что в настоящее время более 450 человек одновременно проводят мониторинг и комплексную оценку поврежденного жилья в Шибекине. С 29 мая ведутся интенсивные обстрелы из Шибекинского округа и других районов Белгородской области. Десятки людей получили ранения, есть погибшие. Зафиксировано повреждение жилых домов, административных и коммерческих зданий, а также линии электропередачи, систем вода и газоснабжения. Новости нашего региона. Ко дню памяти и скорби в Воронеже в парке патриотов открылась часовня, посвященная защитникам Отечества. Идея установки памятного знака павшим воинам была предложена по инициативе ветеранов военной контрразведки. Воплотить задуманное в жизнь удалось благодаря проекту «Молчаливое эхо войны». На торжественном митинге побывала наша съемочная группа. Это акция общенационального характера. Такие же часовни будут стоять в 47 регионах страны. Почтить память павших пришли студенты Федеральной службы исполнения наказания, Военно-воздушной академии Жуковского, воспитанники военной морской школы и Михайловского кадетского корпуса, представители юной армии и неравнодушные воронежцы, скромно наблюдающие за торжественным мероприятием со стороны. Иван Дмитриевич о Великой Отечественной войне знает не понаслышке. Когда в Воронеж пришли немцы, был подростком. Его мама была старшим лейтенантом медицинской службы. Погибла в первые дни боёв за Воронеж при перевозке на поезде больных из госпиталя. Иван два раза пытался уйти добровольцем. Получал отказы. В 14 лет всё-таки он попадает сначала на подготовительные курсы, а спустя 8 месяцев – учёбы в танковые войска. И перед тем, как трогаться, они заправились. Я прицепился сзади, а у них военный охраняет. Он слазь, захныкал. На следующей станции обязательно, чтобы это самое. А потом там пролетали самолёты, опять побоялись, что будут это побить. И про меня и забыли. Борис Иванович родился в 41-м. Годы войны он не помнит. Поэтому уже мирное своё детство он вспоминает с радостью. Люди должны помнить. Если забудут, какая была война, то значит надо ждать следующий, но уже с поражением. Великая Отечественная война у нас в памяти на генетическом уровне. 9 мая невозможно без слёз. Из Воронежской области на фронт ушли 563 тысячи человек. Не вернулись из них 330 тысяч человек. Во время Великой Отечественной войны погиб каждый седьмой житель Советского Союза. Ущерб был нанесён 30% национального богатства народа. Мы особенно ждем память тех, кто погиб, защищая Родину на поле боя во время Великой Отечественной войны. Торжественный митинг в День памяти и скорби начался с минуты молчания и освещения часовни. В дар в областной совет ветеранов. В музей-диораму передали капсулу со святой землёй. Со всех воронежских братских могил. В сердце каждого современного гражданина России эхо минувшей войны отзывается с Богом и гордостью. С Богом за миллионы погибших соотечественников. С гордостью за наш непобедимый народ. Ещё один мемориал, напоминающий нам о великих трудах наших предшественников. Напоминающий нам о великой нашей ответственности о сохранении России, нашей Родины, нашей священной земли. Каждый человек должен трудиться над воспитанием своей души. И всякий проходящий и видящий этот знак памяти останется в состоянии неравнодушия. В православии принято особенно поминать погибших воинов. Считается, что они исполнили свой сыновний долг перед Родиной. И отдали свою жизнь за други своя, за своих родных, близких и за свободу страны. Поэтому так важно, что у нас появилась такая часовня, где можно прийти и помолиться о своих близких, погибших в бою. Закончился митинг церемонии в изложении венков и цветов. Прозвучала торжественная песня «Вставай, Россия, святая сила». Олеся Лисюк, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Вставай, Россия, святая сила, вставай, твой Бог всегда с тобой. В Воронежской области установлен третий класс пожарной опасности. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России. Класс пожарной опасности начал подниматься из-за повышения температуры воздуха. Жаркая погода, которая ожидается уже в эти выходные, может способствовать возникновению пожаров. По данным гидрометцентра, в пятницу в Воронеже и области ожидается до плюс 26 градусов. Возможны кратковременные дожди. А в субботу столбик термометра поднимется до плюс 28-30 градусов. Напомню, на всей территории Воронежской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Под запретом разведения костров, использование открытых мангалов и бочек для сжигания мусора. Нарушителям может грозить штраф или уголовная ответственность. Надземный пешеходный переход у автовокзала на Московском проспекте стал практически визитной карточкой города, только в негативном контексте. Вид этого инженерного сооружения уже несколько лет далеко не презентабельный. Но почему-то навести порядок в том месте, где ежедневно проходит множество приезжих людей, не могут. Виктор Шацкий лично спросил у воронежцев, как они переходят тут дорогу. Виталий Маклаков пользуется переходом каждый день и очень недоволен его сегодняшним состоянием. Вот эти ужасные переходы, их хотя бы когда-нибудь реконструировали, потому что это ужас. Просто ужас. Для людей это опасно. Вонище – это раз. Бомжи по берушке собираются – это два. Любовь Чеботарева каждую неделю уезжает с автовокзала на дачу с тяжелыми вещами и предлагает другой вариант. Вообще лучше сделать подземный переход. Это лучший вариант. Там меньше ступенек и прошел. Вот. Тут всего ничего. Возведенный в 2009 году на федеральные средства в рамках программы повышения безопасности дорожного движения, он считался одним из достояний города. Его строили для избежания заторов и пробок возле центрального автовокзала. Этот переход – единственный вариант перейти дорогу в этом месте. Судя по стойкому неприятному запаху, можно предположить, что отсутствует вентиляция. Проектировщики не предусмотрели установку лифта. Людям с ограниченными возможностями здоровья и мамам с колясками преодолеть этот переход крайне сложно. Внутри разруха и опустошение. Немытые разрисованные окна, сомнительная реклама, разбросанный мусор и грязь. Стоимость работ по возведению перехода составила 82 миллиона рублей. Объект находится в муниципальной собственности. Информации о будущей судьбе перехода и его реконструкции нет. В Воронеже состоялось перезахоронение останков воинов Красной Армии. Они были найдены поисковым отрядом и доставлены в столицу Черноземья для их дальнейшего погребения. Специалистам удалось выяснить имя только одного из солдат. Спустя 80 лет младшему сержанту Ивану Перегудову помогли вернуться на родину, чтобы упокоить тело в родной земле. Он был одним из тех, кто до последнего вздоха защищал страну в годы войны и пал во время боя в 1943-м, на долгие десятилетия, оставшись в недрах на месте сражения. Останки Ивана и его боевых товарищей нашли в одном из пулеметных гнезд в Орловской области. На глубине порядка 80 сантиметров на сигнал металлодетектора взяли первый уверенный сигнал. Это была каска, потом лопатка. Вот они, останки. При останках одного из бойцов смертный медальон. Иван Иванович был установлен по смертному медальону, который был найден при нем. На тот момент медальон был заполнен перевой ручкой, и это чудо, что она не смылась. Чаще всего чернила смываются, просто превращаются в одно пятно. Но здесь же запись очень хорошо сохранилась. Первые прочтенные строки дали надежду на поиск родственников и возвращение его домой. Сегодня мы видим, что Иван Иванович вернулся в родную землю, пусть и на руках поисковиков. Проститься с героями пришли десятки людей, но родственников Ивана нет среди присутствующих. Несмотря на все усилия поисковых отрядов, отыскать его родных так и не удалось. Была супруга, она его искала, но, к сожалению, после войны уже искала. Но, к сожалению, ее следы теряются. Теряются, теряются, кстати, здесь же, на территории Воронежской области. Видимо, второй раз вышла замуж, фамилия изменилась, и тропинка потерялась. Для нас было делом чести вернуть его на родную землю. Собственно, этот путь завершен сегодня. Останки Ивана Перегудова придали земле в братскую могилу, расположенной на памятнике Слабы. Вместе с ним были захоронены найденные останки еще 28 солдат. Их личности установить не удалось, поэтому они навсегда останутся безымянными героями. Войны, чьи останки будут сегодня перезахоронены, точно так же хотели жить, любить, трудиться. Но на родину пришла беда, и они, не раздумывая, встали в строй, чтобы дать отпор агрессору. Почти все они погибли в боях за Воронеж, город воинской славы. Имена почти всех из них неизвестны. Но для нас они навсегда останутся примером истинной доблести, патриотизма, самопожертвования ради высшей цели. Уверен, что к этой братской могиле будут приходить наши современники и потомки, чтобы возложить цветы и поклониться бессмертным героям Великой Отечественной войны. В преддверии Дня памяти и скорби спустя 80 лет свой вечный покой обрели 29 солдат Красной Армии. И по сей день неизвестно, сколько еще погибших героев находится в недрах земли, на местах сражений. Только пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны, по разным оценкам, насчитывается от полутора до двух с половиной миллионов человек. Анна Корязина, Дмитрий Хлебный, 41 канал. Это все на сегодня. Ждем от вас обратной связи. Звоните нам по телефону 206-9406. Пишите по электронному адресу, который видите на экране. Также ждем вас на официальном сайте 41 канала. Смотрите «Воронеж. События. Факты» в телевизионном эфире и в кабельных сетях в 0 часов в 3, 7, 9, 12, 15, 19, 30 и 21, 00 по московскому времени. Также смотрите онлайн, трансляцию прямого эфира и подписывайтесь на наш YouTube-канал. А я с вами прощаюсь и в завершении выпуска «Погода в мире и Воронежской области». Всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok